Всем привет дорогие друзья! Сегодня на моем канале вот такая вот стиральная машинка по автомат Либерти. Модель у нас называется XPB45. Какие-то цифры еще. В общем проблема заключается в том, что после нескольких лет работы у нее перестала сливаться вода. Как можете видеть мы сейчас вот залили полный бак воды, но водичка у нас не сливается. Итак, я сейчас расскажу в чем заключалась проблема и что нужно сделать при ремонте самостоятельно для того, чтобы ваша машинка работала дальше. В принципе они все однотипные, могут называться как Scarlett, Liberty и другие бренды. Данная машинка проработала около 5 лет, но перестала сливать воду, как я уже сказал. Итак, поехали. Итак, задняя часть машинки выглядит вот так вот. У нас находится здесь вот такой вот лючок и всего лишь на трех саморезиках крепится данная задняя крышка. Мы ее снимаем. Снимается она очень просто, даже одной рукой. И здесь мы видим вот такие вот приспособления. Итак, что нужно сделать? Вот эта крышечка снимается в первый раз достаточно тяжело, так как она там за время работы она очень сильно присыхает, присасывается, так сказать. Это все дело мы откручиваем против часовой стрелочки, достаем крышку с пружинкой и вот в этом месте, сейчас я покажу, постараюсь фокусировать, в этом месте собирается очень много болота. И с помощью какого-либо приспособления, я взял обычную проволоку, мы вытащили здесь загликсованный прям болотный швак такой, вязкий. После чего мы плотненько закручиваем данный клапан, так сказать, и включаем машинку на слив несколько раз, для того, чтобы ушел воздух и, соответственно, пошел слив. Сейчас включим, залили еще три ведра воды, сейчас включим, прогоним на слив и продемонстрируем. Включаем машинку на слив и сейчас на меня побежит вода. Включаем слив и, как можете видеть, водичка у нас пошла очень хорошо. Сейчас вот эти три ведра воды уйдут, прочистится шланг, канал и, в принципе, машинка у нас далее находится в работоспособном состоянии. Итак, ребятки, всем спасибо за внимание. Кому было видео полезное, ставьте лайк. И до следующих видео. Пока-пока. Надеюсь, это видео будет полезным. Субтитры сделал DimaTorzok